Всем привет! Мы сейчас вместе с Ботой находимся в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Кто нас слышит, пожалуйста, скажите. Все хорошо со звуком? Салам всем из Страсбурга! Ребят, вы нас слышите? Напишите что-нибудь, чтобы... Вы можете сразу ширить наш эфир. Да, скажите, слышно нас или не слышно? Потому что мы будем говорить об очень важных вещах. Мы хотим знать, что вы нас видите, да? Помашите, пожалуйста, ребята. Да, просто скажите, слышно, не слышно? Слышно, отлично, замечательно. Мы приехали сюда с очень важной миссией. Как вы знаете, у нас 145 политических заключенных, только тех, кому мы смогли, как правозащитники, вместе с колицией активисты-неэкстремисты, попасть. И вот эти списки... Да, ребят, я хочу показать вот список. Каждое имя, которое мы задокументировали, всех политических заключенных, которые сейчас официально являются политическими заключенных в Казахстане. Ну, конечно, этот список неполный, потому что очень много людей, они... Ну, их семьи не связываются с правозащитниками, хотя их родственники находятся в заключении. А это очень важно. Очень важно работать с правозащитными организациями, потому что тогда, именно только тогда, имена их близких, которые сейчас страдают за стенками режима, они могут попасть именно на глаза западных политиков. Да, и мы, конечно же, рассказываем, мы провели больше 60 встреч за последние 4 дня. Мы уже еле разговариваем, если честно. Но... Если вы посмотрите, мы просто стоять не можем. На самом деле уже сидим. Сидим уже. Вот просто свалились в уголки, сидим. Да. Но что мы хотим рассказать? Весь отчет, то есть списки всех политических заключенных, как сказала Бота, потом у нас есть такой специальный отчет. Вы видите, главные фотографии, это как раз-таки родственники политических заключенных, жертв пыток, тех, кого незаконно расстреляли по приказу Тукаева стрелять под напряжение без предупреждения. Мы рассказали о всех этих преступлениях. Все очень внимательно слушали, потому что сейчас Казахстан делает параллельную вместе с нами спецоперацию. Они пытаются собрать подписи под проектом резолюции для того, чтобы Казахстан вступил в Совет Европы без выполнения своих обязательств по правам человека. Конечно же, мы вместе с вами будем им в этом мешать. И мы разоблачали всю эту пропаганду, чтобы никто из депутатов не питал иллюзии. Да, вы знаете, ребята, Казахстан нанял здесь лоббистов, и они здесь ходят по Совету Европы и рассказывают сказки, что оказывается, вот у нас в Казахстане проведены конституционные реформы, и Казахстан перешел от суперпрезидентской республики к парламентской республике. С чем я вас поздравляю? Скорее всего, я поздравляю вас всех с очередным враньем, которое распространяет казахстанская пропаганда. За ваши деньги, помните? Да. Ребята, и, конечно, казахстанская власть воспользовалась вот этой трагической ситуацией в Украине, и теперь воспользовалась ситуацией то, что все внимание всего западного мира приковано именно к этой войне. Поэтому они сейчас на фоне этой войны рассказывают о гигантских демократических преобразованиях, которые якобы происходят в Казахстане. И поэтому мы именно пришли сюда с миссией донести до западных политиков каждое дело, каждое дело, почему важно задокументировать все дела и о пытках, и о незаконных задержаниях. И, конечно же, мы опять повторяем наши требования, требования гражданского общества о том, чтобы списки всех убитых, всех погибших во время Кантара были немедленно опубликованы. Мы не позволим делать из этих людей террористов постфактумом. Поэтому мы говорили и о деле Нурсултана, 17-летнего которого просто убили, когда он возвращался домой. И Нурбулата тоже. Да. И Нурбулата, который... 19-летний мальчишка, из которого сейчас посмертно хотят... Которого сейчас хотят посмертно превратить в какого-то террориста. И, конечно, да, вот мы говорили о всех наших ребятах, которых держали в СИЗО, всех раненых ребятах, которые были похищены, похищены из медицинских учреждений силовиками, и потом привезены в СИЗО, и которых жестоко пытали. Пытки вот реально сравнимы просто с какими-то фашистскими пытками. Мы показывали фотографию Жасулана, на которого лили кипяток. Мы рассказывали, конечно, о том, что у нас сейчас ребята находятся под очередной новой волной преследования только потому, что они выходят на протесты и требуют, чтобы антикоррупционный комитет расследовал, нормально расследовал и произвели аресты всех тех людей, включая главу СИЗО СИ-18 в городе Алматы, которые непосредственно принимали участие в пытках и не позволяли, чтобы власти сейчас скрывать все улики пыток. Как, например, в СИЗО СИ-18 они взяли и просто покрасили все стены, а также меняют местами сотрудников, чтобы потом их невозможно было найти, невозможно было опознать. Мы рассказали также про правозащитников, про то, как забрали, просто-напросто пришли и фактически украли. Вещественные доказательства о фактах пыток, массовых расстрелов в доме у адвоката организации Бахаджан Тригожевой, у Шалипы Бекуловой. Бахаджан, привет! Мы говорили о вашем деле. Да, 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 здравствуйте, Бахаджан. Мы рассказали, конечно же, о деле Пайс-адвокасовой, который просто-напросто преследует за то, что... И посадили сейчас, держат под домашним арестом. Тошка за то, что она сделала твиты, депутаты были в шоке, потому что, вы знаете, 2,5 года именно ковидных ограничений, они не давали возможности нам сюда приехать. Сейчас мы все рассказали, абсолютно все рассказали. И, конечно, мы говорили об этом позоре, который назывался референдумом по поводу конституционных реформ. Конечно, и мы объясняли, что это такое, что это полная профанация, что никаких реформ не сделано, что на самом деле вся судебная система как была зависима, так и осталась независима, что это просто по-английски называется window dressing, просто вот называется витрину чуть-чуть подкрасили, и ни в коем случае нельзя полагаться на вранье казахских дипломатов и лоббистов, нанятых, о том, что в Казахстане произошли какие-то радикальные изменения. Ну и также мы говорили об Украине, потому что об этом невозможно молчать. И мы говорили о том, что вот эти всякие... Не дают выходить на протесты, что преследуют и превентивно, и в день протестов, и после протестов, и что все отменяют те же самые, даже а-ля разрешенные протесты. То есть, что это абсолютный просто фасад, и ничего в Казахстане не изменилось. И также мы объясняли, что произошло на петербургском форуме, потому что очень многие, к сожалению, вы тоже должны это понимать, должны помогать нам опровергать эту пропаганду, очень сильно купились на выступление Тукаева, прямо перед сидящим Путиным, о том, что якобы он не признает НР и ДНР. Но многие не услышали, конечно же, о том, что делает Казахстан для того, чтобы обойти санкции. И вот в этом ваша ключевая роль. Очень важно, чтобы вы дальше продолжали на Твиттере публиковать информацию, как именно Казахстан на сегодняшний день помогает России обходить санкции, потому что Европа платит очень большую цену. И когда они узнали, что Казахстан помогает такие вещи делать, конечно же, многие из них были возмущены. И надо помогать этому возмущению, потому что так мы можем оказать еще больше влияния и разоблачать пропаганду режима Казахстана. Да, и мы, конечно, говорили о том, что если у нас сейчас еще пока не происходит физической экспансии, но у нас происходит экономическая экспансия России и Казахстана. И это очень важный момент, исторически очень важный момент, что мы можем стать настолько зависимы от России, что в итоге мы потом уже будем как Беларусь. Это очень опасный момент в истории. Нам очень важно, чтобы Запад четко понимал, что происходит в нашей стране. И еще такой важный момент. Сейчас политическая активность в нашей стране растет. И мы говорили о том, что на самом деле законодательство о политических партиях не изменилось, что по-прежнему чинят препятствия для того, чтобы зарегистрировать независимую оппозиционно настроенную политическую партию. Мы рассказали про партию ОЛГА от Казахстана. Да, мы рассказали про партию ОЛГА от Казахстана как один из примеров. Но на самом деле мы знаем, что было бы зарегистрировано гораздо больше партий, если бы законодательство у нас поменялось. Но цель вот этого вот законодательства, которое сейчас существует у политических партиях, это специально, настолько сделать сложный порог, чтобы было невозможно никого зарегистрировать. Поэтому мы поднимали этот вопрос и будем дальше его поднимать. Спасибо всем, кто был в эфире. Я хочу передать большой привет ребятам, которые сейчас борются за освобождение Касая. Мы рассказали про его дело особенно. Да, мы особенно. Если вы сможете показать этот эфир маме Касая, это было бы очень для нас приятно. Мы хотим ей передать привет, чтобы она держалась. Ее сын-герой, и он боролся не только за себя, и он боролся за других ребят. Поэтому то, что сейчас его опять засунули в то же самое СИЗО, СИИ-18, это чрезвычайный позор, и мы не будем молчать об этом. Да, все имена политических заключенных и политические преследователи прозвучали. Поэтому, дорогие мои, вместе мы сдвинем эту скалу с места. Давайте, ребята, ОЛГА Казахстан. Пока-пока всем. Пока. Так, зависла.